Здравствуйте! В эфире общественно-публицистическая программа «Такие дела». В Архангельской области во второй раз прошла акция по раннему выявлению рака груди «Розовая ленточка». Бесплатное обследование прошли более тысячи северянок. Сначала мы посмотрим сюжет, подготовленный архангельским телевидением, а затем в этой студии встретимся с доктором медицинских наук, главным врачом Архангельского областного онкодиспансера, главным онкологом области Андреем Красильниковым. Смотрим видео. 1099. Именно столько северянок прошли осмотр в период пилотного запуска проекта в столице Поморья год назад. Тогда было выявлено 18 подозрений на рак молочной железы. Рак молочной железы – это самая распространенная опухоль среди женского населения. Она лидирует по заболеваемости. Примерно 76 женщин на 100 тысяч населения ежегодно заболевают в Архангельской области. Достаточно высокая смертность – 24 на 100 тысяч. Это те цифры, которые, в принципе, очень настораживают нас как специалистов. Специалисты не устают повторять. Предупредить серьезное заболевание поможет ежемесячное самообследование молочных желез. А женщинам после 40 необходимо проходить маммографию минимум раз в два года. Таких маммографов в Архангельской области – 22. Это оборудование может определить не только наличие, но и характер изменений молочной железы. При том, что рентгеновское излучение новых аппаратов в 10 раз меньше прежних образцов. Вообще, профилактическая маммография, которую после 40 лет должны проходить женщины, позволяет при нормальном уровне оборудования, нормальной квалификации врачей, выявлять изменения от одного сантиметра. То есть, ну или группы кальцинатов там еще можно меньше, на меньшей площади находить. Но это позволяет, по крайней мере, спасти жизнь женщины. Научить женщин предупреждать серьезные онкологические заболевания – главная цель акции Санкт-Петербургского фонда профилактики рака. Здравствуйте, Андрей Валентинович. Здравствуйте. Ну вот во второй раз в Архангельске проходит эта акция. Архангельск попадает в четверку городов, где проходит акция «Вместе против рака груди». И сегодня уже можно сделать, наверное, итог подвести, сделать выводы, каково же у нас здоровье наших северянок. Ну, давайте сначала об акции, потому что действительно вы правы, она проходит второй раз из этих четырех центров, которые вы обозначили. Только Архангельск попал в число таких городов, в которые акция проводится повторно. Это связано, во-первых, с тем, что внимание наших северянок, Архангель-Огородцев, к этой акции очень велико, то есть отдача, и та посещаемость, которую демонстрирует наша жительница, она очень такая востребованная. Поэтому фонд профилактики рака из города Санкт-Петербурга, он проводит второй раз именно в нашем городе. Это вообще впервые в работе такого фонда. То есть сознательные у нас северянки? У нас сознательные северянки, это очень приятно, что они относятся к своему здоровью и используют ту возможность, которую предоставляет фонд, организуя вот эти бесплатные обследования наших горожанок. Пока можно говорить только о предварительных результатах. Вы совершенно правы, это более тысячи. В прошлом году это было 1100. В этом году акция проходит и в Архангельске, и в Северодвинске. Поэтому в целом мы прогнозируем более полутора тысяч пациентов, которые обратились. И здесь надо подчеркнуть, что фонд делает очень важное дело, он работает среди здорового населения. То есть если говорить о результатах прошлого года, то выявить, допустим, заболевания, скажем так, еще не онкологические, а фоновые, удается около 100 человек. Подозрение на рак это около 10-20 случаев. И, может быть, цифры не впечатляют, но цель вот этой акции, это, во-первых, привлечь внимание к этой проблеме, что она существует, что, к сожалению, достаточно молодые женщины, они болеют раком молочной железы. Напомнить, что трагизма в этом никакого нет, что это абсолютно излечимое заболевание на ранних стадиях. И привлечь внимание именно к тому и сосредоточить, акценты расставить на том, что ранняя выявляемость рака молочной железы это 100% гарантия излечения. То есть, вот, собственно говоря, цифры и факты, которые мы будем говорить, они могут не впечатлить. Но информационно, в том числе и ваша программа, она должна оставить тот след, что женщина, вот очень хорошо, что у нас активные горожанки, что она должна очень внимательно относиться вот к этому органу, о котором мы сегодня говорим. Вы сказали, что и молодые женщины болеют раком в груди, что, конечно, печально. Со скольки лет тогда нужно вот относиться внимательно к своим заболеваниям? Мы рекомендуем в любом возрасте относиться внимательно к своему телу, но если касательно молочных желез, то с 40 лет мы рекомендуем ежегодное посещение маммографии и консультацию маммолога. То есть, если раз в год женщина посещает специалиста и делает специальное исследование маммографии, этого вполне достаточно. Но и чем занимается фонд в настоящий момент? То есть, он объясняет еще приемы самообследования молочных желез. Вот очень бы хотелось мне, как специалисту, чтобы в гигиенический стандарт поведения женщины вошло самообследование молочных желез раз в месяц. И фонд показывает на примерах, как это делается. Мы с этого как раз начинали и в прошлом году, и в этом также начали у нас проходил на нашей площадке, на онкодиспансере, семинар, где специалисты показывали пять очень простых приемов самообследования. Примерно, ну я могу ошибиться, но раз в месяц женщина ходит в парикмайрскую, может быть, чаще. Но самообследование молочных желез раз в месяц должно войти в поведенческие особенности, в гигиенический стандарт женщины. Вы уже упоминали, почему необходимо именно раннее обследование. Еще раз, я не знаю, пугать не стоит, но тем не менее. Вы сказали, что стопроцентная гарантия... Безусловно, потому что первая и вторая стадии, особенно первая, это практически бессимптомное течение заболевания. Почему мы говорим, что нужны инструментальные методы? А я вас перебью. Действительно, заболевание может развиваться, оно развивается медленно, да? Оно так и развивается медленно, долго. И когда уже клинические проявления, когда что-то беспокоит женщину, то мы уже, к сожалению, говорим о том, что это не ранняя стадия. Поэтому очень важно именно в самой ранней стадии выявить, заподозрить, а ничего лучше, чем маммография, на сегодняшний день не создана. И условия у нас для этого есть. На сегодняшний день в Архангельской области работают 22 маммографа. То есть это доступная помощь. Она недалеко, она есть и в районах, она есть и в Архангельске. И нашим зрительницам нужно просто сдать название этого исследования. Маммография сегодня – это самый точный метод диагностики ранней стадии рака молочной железы. Да, но ведь очень непросто, конечно, получить известие о заболевании. Здесь вот как вы считаете, как должен себя врач вести, как должен пациент воспринимать, пугаться? Я думаю, что пугаться вообще ничего не надо, потому что во многом онкология, она демонизирована. Почему-то никто не боится аппендицита, хотя от него тоже люди умирают. Есть болезни, связанные с инфекционными, с очень высокой летальностью. Но почему-то вот вокруг онкологии это сразу какая-то вот трагизм. Вот современные знания… Сразу летальный исход. Нет, абсолютно это не так. Потому что, во-первых, очень серьезно продвинулись возможности медицины в целом и Архангельская, Архангельского онкодиспансера. Потому что то, что мы имели 10 лет назад возможности и по лекарственной терапии, и по хирургии рака молочной железы, и по лучевой терапии, они несоизмеримы. То есть мы очень много и далеко продвинулись вперед. Поэтому самое главное, что нужно и необходимо знать нашим зрительницам, это наши возможности сегодня позволяют на ранних стадиях стопроцентно излечить, вернуть здоровье женщине совершенно спокойно, без всяких ужасов наблюдаться столько, сколько требуется у специалистов. Ну вот в том году, еще раз напомним цифры, на тысячу женщин, 1200, да, сколько прошло, у нас выявлено 18, да? Выявлено 18 раков, из них 15 подтвержденных, они все в ранней стадии. То есть вроде бы цифры не впечатляют, тысяча прошло, а 15 выявлено. То есть рак и это хирургическое вмешательство, это лишение груди, это неравнозначно? Нет, абсолютно нет. Значит, мы говорим сейчас о раннем раке, то есть это хирургическое лечение и только гормонотерапия. То есть всего два метода, это даже не химиотерапия. А если мы говорим о поздних стадиях, то это, конечно, весь арсенал наших возможностей. Это и хирургическое лечение, это и химиотерапия, и лучи. А на ранних стадиях мы, во-первых, можем выполнять органосохраняющую операцию, понимая, что молочная железа для конкретной женщины в целом она очень важна. Когда мы говорим о поздних стадиях, здесь уже идет речь не конкретно об органе, а о спасении жизни женщины. Ну, и здесь нужно понимать, что возможности воздействия и возможности результаты лечения, они, конечно, лучше при ранних стадиях. Вот скажите, именно у нас на севере мы как-то отличаемся в большую или в меньшую сторону? Вы знаете, вот здесь нужно точно понимать, что мы от северо-запада статистика наша по раку молочной железы, она никак не отличается. У нас заболеваемость 76,4 на 100 тысяч населения. У нас сравнимо с другими регионами. Никаких тут особенных влияний. Мы, знаете, любим всегда вспоминать космодром, экологию какую-то. И вот оно как бы не совсем связано. То есть все, что происходит в мире, в основном связано с возрастом. И мы идем в том же направлении, куда идет весь цивилизованный мир. Продолжительность жизни у нас растет, соответственно, возрастает риск заболевания раком, в том числе рака молочной железы. Но каких-то вот особенностей таких региональных, знаете, чтобы тут говорилось, что у нас какая-то тут вот аномалия, что у нас все болеют, конечно, такого нет. Знаете, мне бы хотелось еще остановиться на одной актуальной теме, заболевания, которые, наверное, надо помнить, особенно с наступлением лета, когда в солнечную такую летнюю погоду, сколько бы нас не предостерегали от чрезмерного загара, тем не менее мы как-то все это надеемся, что это не с нами произойдет. Это заболевание – это меланома. Меланома – это рак? Меланома – это не совсем рак. Меланома – это очень злокачественная опухоль кожи, которая быстро прогрессирует, которая в самой, опять же, ранней стадии лечится очень эффективно хирургическим методом. Но еще есть рак кожи, базально-клеточный рак. Безусловно, они связаны оба с солнечной инсоляцией. Вот по уровню заболеваемости меланома с раком кожи практически стоит на первом месте, опережая в том числе рак молочной железы. У нас? Именно у нас. Да, да, да. И это связано. Давайте сейчас как раз очень удобно об этом напомнить, потому что впереди выходные, хорошая солнечная погода, и северяне в силу каких-то своих, может быть, исторических подходов… Нам так не хватает тепла, да? Нам так всегда нам не хватает тепла, что мы вот на солнце готовы сжариться с утра и до позднего вечера. Это очень большая опасность для здоровья. Это очень большая опасность для кожи. А знаете, Андрей Валентинович, еще говорят, что вот это наше северное солнце такое жгучее. Совершенно правильно говорят, потому что мы живем с вами в высоких широтах, и озоновый слой у нас гораздо тоньше, чем, допустим, в центре России. Поэтому наше солнце более жгучее. Поэтому ни в коем случае нельзя находиться на солнце круглые сутки. Несмотря на то, что мы говорим, у нас лето один день, и вот мы его сейчас используем. Используйте до 11 часов и после 2. Вот с 11 до 2, когда максимально вертикальные жесткие лучи, тонкий озоновый слой – это очень большой риск возникновения рака кожи и меланомы, о которой вы говорили. А что скажете о солярии? Ведь это тоже прямые лучи. Солярий, немножко тут тоже на них кивают, что вроде бы теперь с соляриями связано. Не совсем связано, опять же, связано с нашим поведением. Когда мы приходим в солярий и говорим, что вот рекомендуют нам 5 минут, но мы же хотим побольше, нам нужно 7, лучше 10, да и 15 полежим. Вот то, что рекомендовано, то и нужно делать. Нельзя заготовить впрок, в том числе и загар. Никто не отрицает полезности загара, витамин D, безусловно, накапливается при… Но нужно все соизмерять. И нужно понимать, что красивый загар – это не до керзового сапога. Это вот как-то нужно менять свое отношение к этому. У наших соседей, у скандинавов, есть целые программы, потому что они тоже живут в этих южных широтах, у них такая же высокая заболеваемость. Они из детского сада объясняют детям о вреде солнышка, что вот оно такое злое с 11 до 2. И даже если нам по производственным факторам, а многие из нас работают на грядках, и вот, ну как же, мы же работаем. Пожалуйста, закрывайте себя, легкие рубахи, но чтобы максимально кожаные покровы, особенно лицо, там, где кожа тонкая, были закрыты от прямых солнечных лучей с 11 до 14 часов. И действительно, к вам в онкодиспансер обращаются с этими проблемами, да? К нам и обращаются. И мы ведем статистику, и мы видим, что если раньше вот рак кожи, меланома, они где-то так подходили, но сегодня… Да, про это мало кто вообще-то и знал. В 2020 год у нас есть полная статистика, и мы, к сожалению, констатируем, что она практически на первом месте среди заболеваемости онкологическими. Да, печально. И здесь уже даже возрастного никакого нет критерия, тут как и молодые, тут все подвержены, да? Здесь все равно есть возрастной критерий, потому что, безусловно, молодой организм. Мы всегда говорим о том, что онкология — это удел более пожилого возраста, более старшего. Пикзовая заболеваемость онкологическими болезнями, он относится к 85 годам. Но риск начинает проявляться с 40 и прогрессивно возрастает. Чем старше мы становимся, тем более внимательно мы должны к себе относиться. И поэтому я, конечно, не совсем понимаю наших горожан, которые готовы с утра и до вечера лежать на пляже, на солнце, как угодно. Вот закрывайтесь, пожалуйста. Это очень хорошо. Лето прекрасно. Но нужно помнить, что лето пройдет. А болезни могут проявиться. Ну, в 20 лет об этом не думаешь. В 20 лет об этом не думаешь. Но хорошо было, чтобы даже с детского сада какие-то стандарты, может быть, даже не надо думать. Но если мама с папой говорят, что это плохо, ребенок... Как все омы, да. Абсолютно. Я с этим согласен. Потому что дальше там уже зависит... Если у человека сформировались вредные привычки, то их уже потом очень трудно. Да, вот, кстати, меланома как раз в интернете, по крайней мере, относится к тем заболеваниям, которые говорят, что можно вылечить народной медициной. Категорически настаиваю на том, чтобы с меланомой, вот если только вы услышали этот диагноз, нужно идти сразу же к специалистам. Народная медицина, я не знаю ни одного метода народной медицины, который помогал бы при вообще онкологических заболеваниях, при меланоме в частности. Меланома дает пациенту очень короткий период, когда можно реально ему помочь и можно вылечить. Это быстро прогрессирующее заболевание. Хорошо то, что это наружная локализация. Она сразу видна, как темное пятнышко, которое увеличивается. Если вы будете тратить время на народную медицину, на псевдо-народную, может быть, народная медицина для каких-то болезней, она хороша, но здесь ни в коем случае категорическая рекомендация специалиста, идите сразу же к онкологу, сразу же в онкодиспансер. И ваш центр на это как раз и нацелен? Наш центр нацелен на это. Я хочу сказать, что наши возможности нашего центра за последние 10 лет увеличились. Это и вновь построенный хирургический комплекс, это и возможности лекарственной терапии, современную лучевую технику мы получили. Но чтобы нам не наваливаться со всеми нашими возможностями, чтобы пациенту максимально результат получить, нужно обращаться, как только какие-то симптомы есть. Причем нужно понимать, что не нужно сразу пытаться попасть в онкодиспансер. Мы можем быть... Это вот врач, который находится рядом с вами. Ваша поликлиника, районная, городская, сельская. Кто же вас сможет осмотреть? Она осматривает, ставит диагноз, направление, и вы приезжаете к нам. Да, слава богу, сейчас в общем есть... Безусловно. Есть у нас возможности дистанционной консультации, несмотря на наше расстояние нашей области. То есть диспансер работает с теми, с той категорией пациентов, в которых уже в высокой доле вероятности есть заболевания. А вот такие акции, как, допустим, о которой мы говорили вначале, по раку молочной железы, по меланоме, кстати, мы тоже проводили вместе с дерматовенерологами. Они как раз направлены на то, чтобы в том числе и первичное звено вспомнило, что онкология — это многоликое заболевание. Когда мы говорим рак, мы должны понимать, что это более ста совершенно различных заболеваний. И это, конечно, вот первая встреча должна быть с врачом первичного звена, с вашим терапевтом, хирургом, гинекологом, то есть с тем врачом, который буквально рядом с вами. Я вас прошу, какое заболевание из тех онкологических стоит на первом месте? И, наверное, не ошибусь, если вы скажете, что это рак легких. Совершенно верно. Совершенно верно, потому что вот мы про кожу уже поговорили. Рак легких традиционно он всегда лидировал у нас, и он продолжает лидировать. И в Архангельской области. В России, в Российской Федерации, и в тех странах, которые еще не победили вредную привычку курения. Табак и курение я имею в виду, потому что здесь риск, безусловно, и здоровый, и не курящий человек может заболеть раком легких. Но человек, который систематически курит... То есть все-таки рак легких это болезнь курильщиков? Во многом, очень во многом. У курильщиков в 10 раз больше риск заболеть раком легкого. Те страны, которые победили эту привычку, допустим, в Финляндии, у них очень резко упала заболеваемость с раком легкого. Можно просто сравнить статистику, посмотреть и, в общем-то, как-то убеждать курильщиков. Мне, например, очень нравятся запретительные мероприятия по поводу курения. Да, я хотела спросить. Очень нравятся. Вы за ограничения? Я абсолютно за ограничения. Может быть, они кому-то не нравятся. Но обратите внимание, что в кафе сейчас стало совершенно нормально. Можно дышать. Не нужно куда-то там прятаться. Никто на тебя не обкуривает. И пусть группа курильщиков сейчас переживает по поводу прав человека, но и у некурящего в населении есть права. И вот моя позиция, что я вот эти как раз мероприятия поддерживаю. Ну вот всех ли курильщиков ждет вот это серьезное заболевание? Безусловно, не всех. Безусловно, не всех. Но не нужно вспоминать Черчилля, который курил до 80 лет сигары, потому что это один человек. А рядом очень большое количество людей, которые не дожили до своего возраста, хотя могли бы, избавившись от этой пагубной привычки, совершенно спокойно доживать до очень преклонных лет. Другой говорит, я сокращу количество выкуриванных сигарет. Нет, это ничего не решает. Это компромиссы, которые неуместны по поводу вредных привычек. Если вы хотите гарантированно избавиться от риска, причем даже если вы бросите курить, то риск у вас сократится только через 5 лет. То есть организм должен очиститься от той гадости, которой вы набрались, безусловно. Поэтому если вы задумаетесь, что бросите в понедельник, или в следующий месяц, или от в отпуске начну, бросите прямо сейчас. И у вас уже пойдет... Вы сами никогда не курили? Я не курил, слава Богу. То есть вам просто, наверное, говорить... Ну, дело все в том, что здесь, опять же, понимаете, просто запрещать человеку курить, нужно чем-то его замещать. Я занимался спортом всегда, я продолжаю им заниматься. И надо понимать, что где-то вот очень хорошо, что сейчас здоровый образ жизни, он как-то стал моден, в том числе и в молодежи. Может быть, мы получим следующее поколение, которое откажется само от курения. Плюс еще наши законы, наверное, через какое-то время все-таки будут работать. Ну, если, допустим, курильщик действительно серьезно решил бросить курить, и ему хочется провериться, есть у него риск заболевания рака? Безусловно. Если мы говорим про рак легких, то это нужно, конечно, делать флюорографию. Флюорография раз в два года, то, что в принципе входит и в стандарт диспансеризации населения, это нужно делать. К сожалению, у нас объем профилактических флюорографий, он сократился. Поэтому риск роста, опять же, запущенных стадий рака легкого, если молочной железой, тут, в общем-то, ситуация, это наружная локализация, то рак легких – это внутренняя. Здесь диагностика, к сожалению, в 40% это поздние запущенные стадии. То есть на ранних стадиях очень сложно, поэтому лучше бы, чтобы обезопасить себя, это отказаться от курения. И если вам на работе или где-то вы слышите, что можно пройти диспансеризацию, и там входит флюорографическое исследование или рентген легких, то раз в два года это обязательно нужно сделать. Делайте, да. Вы, наверное, очень много встречаетесь и с людьми, и с больными, и с другими. И насколько, как вы считаете, люди отдают себе отчет в серьезности онкозаболевания? – К сожалению, отчет начинаем мы всегда отдавать, когда уже с нами что-то случилось. Потому что есть такое представление, что это может произойти с кем-то, но не со мной. То есть я сейчас покурю, у меня, ну кроме курения, есть еще факторы риска – это лишний вес, это малоподвижный образ жизни, это монотонное питание, допустим, с избытком того же протеина без овощей и фруктов. То есть факторов риска возникновения, пухолей их несколько. Это не только наши вредные привычки, в том числе и наследственные факторы. Но, к сожалению, вот то, что мы можем исключить, мы этого почему-то не делаем. Мы ждем, когда появится таблетка, когда появится какой-то препарат, который вот раз и решит все. Все время задаются вопросы, когда вы изобретете рекордство от рака. И когда мы понимаем, что рак – это не одно заболевание, а это совершенно разные заболевания, мы, наверное, при нашей жизни такого не случится. Но при нашей жизни можно сделать так, чтобы вот именно жизнь, которая принадлежит нам, она все-таки продолжалась только, чтобы мы могли комфортно себя чувствовать. Такой назарождающей еще стадии, наше сознание еще только-только. Поэтому вот серьезность, она, конечно, не всегда воспринимается. Мы либо… Там две крайности. Мы либо не воспринимаем онкологию вообще, либо когда мы говорим о том, что уже это состоялось, то это какой-то трагизм, мы умираем и все, то есть мы перестаем бороться. Это тоже неправильно, потому что сегодня возможности медицины, возможности архангельской медицины, они очень большие. А насколько люди готовы проходить профилактические мероприятия? Тут тоже есть сложности, потому что когда мы говорим о профилактических мероприятиях… Вы говорите два раза в год флюорографию. Раз в год маммографию после 40 лет. Здесь, понимаете, когда мы говорим о профилактике, очень хорошо, что сейчас у нас появились центры профилактики. Ведь наша районная поликлиника, наша больница, она, как правило, рассчитана на больных людей. Сейчас у нас есть центр профилактики, куда здоровый человек может прийти, обратиться и пройти вот это исследование, не записываясь на прием со всеми сложностями там, допустим… С картами и так далее. Да, районной поликлиники. Но здесь опять же есть вопрос мотивации. Даже со сложностями какими-то, которые есть в поликлинике, если вам нужно, и вы о себе заботитесь, вы себе всегда найдете вариант… Сегодня существует система здравоохранения государственная, есть ФАПы, есть районные больницы, участковые, их можно критиковать, но они работают. Если у вас есть желание, вы всегда найдете возможность пройти ее. И еще бы я хотел сказать о последних возможностях, опять же, про именно выявление онкологии, это онкомаркеры, онкомаркеры, точнее. Это те анализы, которые вы можете сдать из вены, кровь сдается из вены, и по ряду позиций, допустим, молочная железа, легкая, поджелудочная, предстательная железа, молочная. То есть там уже по анализу крови, по уровню определенных гормонов можно судить, существует риск у вас возникновения, или уже нужно более углубленно обследовать. Вот эти маркеры, они тоже доступны в поликлиниках, в том числе в онкодиспансере. Ну вот я задала вопрос о готовности людей, то есть это вообще об уровне сознательности, подхода к своему здоровью. Готовность, к сожалению, знаете как, вот пошла акция, мы отмечаем, что после этого какой-то есть информационный, люди вот как-то еще ищут возможности, а потом все так затихает, до какого-то вот что-то происходит, и впечатление, что это произошло внезапно. Хотя я еще раз повторюсь, возвращаясь к статистике, никакого взрывного роста заболеваемости по всем локализациям мы не отмечаем. Мы видим четкую тенденцию. Мы даже не достигли уровня заболеваемости, допустим, как у наших соседей, у норвегов. Мы плавно движемся туда же, куда идет весь мир. Заболеваемость онкологическими болезнями, она будет расти. Вопрос в том, что здесь не надо по этому поводу какие-то выстраивать сложные схемы, что все пропало, и что мы вот куда-то движемся. Нет, мы говорим о том, что да, это определенная эволюционная такая модель, которая действительно больше риска у пожилых людей. Пожилые люди в той же Швейцарии, в той же Норвегии совершенно спокойно обследуются, устраняют это все и продолжают жить активной, нормальной жизнью. Поэтому у нас, мне кажется, если вы говорите о готовности, о том, что нужно поменять, это нужно поменять две вещи. Отношение к своему здоровью, что если есть возможность где-то пройти профилактически, нужно ее использовать, даже если там есть какие-то издержки, допустим. А и второе, не впадать в панику и не устраивать истерику, если вдруг диагностировано, нужно нормально вместе с лечащим врачом идти по тому пути, лечебному, диагностическому, и устранять то, что возникло. Да, спасибо вам большое. Мы начали разговор с акцией по раннему выявлению рака груди, а вот те, кто не успел пройти бесплатное обследование, бесплатную вот эту вот акцию, куда обращаться? Я еще раз повторюсь, что это поликлиника, это ваша территориальная поликлиника, нужно посмотреть страховой полис, куда вы приписаны, где, есть ли там, не нужно искать онколога. Еще раз повторюсь, что онколог здесь совершенно на ранней стадии, на этапе профилактического обследования он вам не нужен. Вам нужен терапевт, вам нужен гинеколог, вам нужно направление на маммографию. В Архангельской области работает 22 маммографа, они есть в большинстве районов в городе Архангельске достаточно эффективно работают, но здесь не нужно впадать в другую крайность. Вот я буду проходить обследование там, вот доктор сказал, раз в два года, или раз в год, нет, давайте я почаще буду. Мало ли что. Не надо, потому что любой метод исследования, он всегда имеет и оборотную сторону. Нужно раз в год маммографию, все, посмотрели, год прошел, где работает маммограф, там работает, иду, делаю, дальше мне говорят, все хорошо, приходите через год. Или требуется, допустим, уточняющая диагностика, иногда такое бывает. Поэтому здесь вот алгоритм. То есть вы против той формулировки, уж сколько Бог отпустил? Нет, конечно, конечно против, потому что здесь ни в коем случае нельзя пускать на самотек, безусловно, сколько Бог отпустил, столько оно и будет. Но нужно еще что-то, на Бога надейся, а сам не плашай. Вот здесь нужно абсолютно так действовать, потому что возможности сегодня, я понимаю, что и нас критикуют, и пациенты иногда задают вопрос, что сложно попасть в поликлинику. Но еще раз скажу, что если вы хотите, можете всегда для себя найти вариант получения той помощи, которая обеспечит вам гарантию того, что вот на сегодняшний момент я могу заниматься своей жизнью, своей... Не надо всю свою жизнь посвящать только поиску каких-то болячек. Вы прошли определенный объем обследования, то, что в принципе входит в диспансеризацию. Задали доктору вопрос в конце. Когда мне в следующий раз, если у меня все хорошо, доктор вам скажет, вот тогда-то все, дальше вы занимаетесь абсолютно тем. То есть это должно просто войти в нормальный твой образ жизни, в правила твоей жизни. Совершенно верно. Абсолютно так. В студии был Андрей Красильников, доктор медицинских наук, главный врач Архангельского областного онкодиспансера, главный онколог Архангельской области. Сегодня рак – это отнюдь не смертельный приговор, а болезнь, которая лечится. Но наше здоровье – это хрупкое богатство, за которым нужен глаз да глаз. Вот такие дела. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова